А вот молодежка Шинника 15 октября впервые в своей истории победила в первенстве Золотого кольца. Для этого подопечным Владимира Ткачева пришлось выиграть в Ярославле у Ивановского текстильщика М. Сделали черно-синие это уверенно, забив сопернику три безответных мяча. Евгений Полковников наблюдал за ходом игры. В матче с Ивановским текстильщиком М молодежке Шинника была нужна только победа. Для гарантии золота в первенстве Золотого кольца. До этой встречи черно-синие набрали одинаковое количество очков с главным конкурентом Костромским Динамо. Правда, превосходя его по победам в очных встречах и разнице забитых и пропущенных мячей. Однако сделать этот зазор более весомым лишний раз не мешало. Вышло все удачно. Шинник М победил Ивановцев 3-0 и впервые выиграл первенство Золотого кольца в третьем дивизионе. Первое место дает дорогу во вторую лигу. Поэтому хотелось бы, чтобы ярославский футбол был представлен во второй лиге. А, естественно, другая команда КФК, может, из Рыбинска, Муглища. Хотелось бы, чтобы такая ступень была Шинник, вторая лига, третья лига. Чтобы постепенно ярославский футбол развивался и становился. В первенстве Шинник М провел 20 встреч, забив в них 58 голов, почти 3 за одну игру. Это хорошие показатели результативности. Лучшим бомбардиром черно-синих стал Максим Сидоров. На его счету 10 мячей. Два из них он отправил в ворота соперника в матче с текстильщиком. В конкуренции было достаточно серьезно, скажу, половина команд. То есть было 11 команд, половина из них боролись за первое место. Обучены, то есть, да, как бы играют не просто пнуть мяч куда-то, и без разницы. А так играют низом, тактика их тоже видна, в принципе. Молодежка Шинника в этом сезоне сделала победный дубль. Кроме выигрыша первенства, на ее счету еще один почетный трофей. Кубок Золотого кольца. Евгений Полковников, Михаил Орлов.